Коробка мини-ленты. И да, она не пустая. Сейчас я вам её открою и покажу. Вот они. Всем привет! Вы на канале Тойхаус. Лучшие обзоры, конечно же, для лучших людей. Хочешь вступить в армию лучших людей? Просто подписывайся на канал и обязательно нажимай на колокольчик, тогда ты не пропустишь мои новые ролики, да. Ну а всем тем, кто ставит лайк под видео, я аплодирую. Вы все молодцы! Ну а сегодня, как ты понял из видео, да, у меня коробка мини-ленты. Вот, коробка мини-ленты. И да, она не пустая. Сейчас я вам её открою и покажу. Вот они, мои мини-ленточки лежат. Вот они хорошие. Будем их распаковывать. Всё это будет. Но сегодня ещё будет очень важная информация по данной коробке, которую я нашёл. Эта коробка не как у скрипышей и не как у стирателей. Здесь реально секретная информация. Если она тебе не нужна, а ты пришёл только на распаковку мини-ленты, мотай туда, где-то туда мотай. Там, через пять минут я буду распаковывать, но ты тогда не узнаешь секрет. Не узнаешь его. А я его уже знаю. Ну, в общем, приготовьтесь слушать. А, ещё вот такую вот штучку я купил, кстати говоря, в мини-ленте. Они разные есть. Это типа 3D-конструктор с машинками идёт. Всякие там, по-моему, три вида. Я взял этот. Если успею, в этом видео соберу. Нет. Соберём его как-нибудь в другом видео. Посмотрим, что это у нас такое. Ну что ж, ребята, взять эту коробку можно где? Не купить. Не украсть. А просто, да, попросить на кассе и вам, добрый продавец, обязательно даст. Мне отдал, но не знаю, может быть, её и нельзя было отдавать, потому что здесь секретная информация есть. Вот здесь. Нет, не здесь. Ну здесь вот. Ладно, давайте мы её посмотрим. Эту коробку, конечно. Я вам серьёзно говорю. Я даже не ожидал, что такое найду здесь. Здесь у нас что? Ну, игрушка мини-лента, понятно. Предупреждение, да, идёт там, где это сделано. Всё. Снизу у нас пусто. А вот с этой стороны, ребята, приготовьтесь. Вот состав этой коробки. И я так понимаю, что в коробках будут одинаковые составы. Здесь написано, сколько и чего лежит. То есть, смотрите, мини-творог, белорусские продукты. Одна штука идёт в этой коробке. Представляете, как сложно его найти? И есть ещё один такой продукт редкий. Это у нас мини-яйца. Кто-нибудь находил вот эти маленькие яички? Я вот творог находил. И я сразу говорил, когда вот эту картинку я увидел, почему-то мне сразу показалось, что творог будет очень редкий. Хотя его многие понаходили уже. Я смотрел видео, но яйца ещё я не видел, чтобы кто-то находил. Вот, в общем, эти продукты, миниатюрки, идут по одной штуке в коробке. Представляете? Все остальные идут по три. И знаете, сколько здесь всего штук? Как думаете? Такое число, знаете, очень интересно, когда я посчитал, даже так, почему-то не столько, не столько, а вот именно столько. Здесь 113 штук. 113, не 115, не 120, не 100, а вот почему-то 113. Интересно, а в большой, может, коробке, прямо в бок, с которым они лежат, там, может, вообще 666. Представляете? Ну, я не знаю, конечно. Точно? Ну, просто такое интересное число 113. И вот, смотрите, я хотел для вас, вот, выходите по магазинам, собирайте мини-ленты. Попробуйте посмотреть эту коробку. Такой же состав будет у вас на коробках идти, вот именно по редким продуктам. Редкие продукты всегда, наверное, сверху написаны. Вот, видите, игрушка мини-лента. И пошли, 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 пошли. И вот артикул есть. 0,22, 0,28, 6+. В общем, всех остальных по три. Вот только у меня идут белорусские продукты и яйцо деревенское по одной штуке. Я думаю, что это будут самые-самые редкие, которых очень будет сложно достать. Ну, вы пишите свое мнение в комментариях. В общем, я для вас секретную информацию открыл. И здесь, в этой коробке, у меня, конечно, не 113 штук. Я сюда сложил те, которые я собрал. И мы сейчас с вами откроем, ну, штук, давайте отсюда откроем, может быть, штучек 5. Так, возьму. Прямо в разнобой. Не знаю. Очень много попадается, кстати, повторных, почему-то, да, макарошек и соков. Так, ну, с чем это связано, я не знаю. Все равно же по три штуки идут. Может быть, я не знаю, вот честно, не знаю, почему. Так, вот так перевернем, чтобы нам красивенько было видно, да, мини-ленту. Ну и погнали распаковывать. О, я здесь взял. Я, кстати, сейчас их не выбираю. Выбирать их очень сложно в ленте вообще, потому что, ну, там поток людей идет. Ты же не будешь там ковыряться, обычно тебе дает продавец все это, ну, если что-то ты можешь поменять, то я меняю. Обычно я их просто беру, поэтому собирать их как бы сложновато в этом плане. Это сок, 100% сок. Сок у нас идет в фруктовый сад яблочный. В общем, уже такой у меня есть. Так, дальше. О, а здесь какая-то коробочка. Мне кажется, знаете, это, скорее всего, ну-ка, где моя, где моя серия, на которой я отмечаю тут? Это, скорее всего, чай будет вот такой вот. Скорее всего, что-то новенькое у меня будет сейчас. Ну-ка. Кстати, кто-то мне писал, я просил, посмотрите, у себя буковки какие. На пакетах, видите, есть буковка, буковка Г. А еще что-нибудь есть, может? О, и артикул есть, смотрите. 0,22, 0,28. Прям из этой коробки, то есть. Интересно. Ну, они у меня все такого артикула. Надо посмотреть свои старые пакетики и посмотреть, какой артикул на них идет. Если я еще и не выкинул далеко. Так. Да, это чай у нас. Чай Ричард. Вот такой вот чай. Реал Цейлон. Черный чай. Прям, ну, коробочка прям реально, как настоящая. Смотрите, здесь даже стрих-код есть, номер телефона, в общем. Ой, Инстаграм у них даже есть, смотрите. Ну, прикольный. И это у меня новиночка, можно отметить ее. Сейчас мы отметим. И это у меня получается шестая миниатюрка всего лишь. Шестая миниатюрка. Так, открываем следующий пакет. О, здесь знаете, что будет? Здесь что-то квадратное. И квадратное, и это, скорее всего, молоко вот такое. Тут чудо, ну, чудо-коктейль вот этот. Так. Гастарьем. Гастарьем. О, да, я угадал. Вторая повторка, по-моему, у меня. Повторки я все ложу вот сюда в корзенечку. Ну и со старой, со второй мини-лентой. Открываем дальше. О, здесь я знаю сто процентов, что это. Это у нас, ребяточки, макарошечки. Макарошечек очень много. О, прям порвался пакет. Он открыт как будто бы. Не знаю. Так, убираем это. И вот они, макароны Макфа. Вот такие вот. Ну, пачка вообще прикольная. Кстати, ну, интересно сделано. Необычно. Но это повторка. Так, и еще один. Ну, так неинтересно. Еще один макарончик, что ли? Ну, прям, я не знаю. Так, прям, я не играю. Так. Еще один макарон. Ну и что, я из сегодняшней распаковки только открыл, получается, чай Ричард. Ну, вот как-то так. Ладно. Давайте, в общем, откроем вот эту штучку. Посмотрим, что это такое у нас. 3D пазл. Машинка, да, и которая еще, между прочим, с инерционным механизмом идет. Так. О, здесь у нас идут, а я думаю, это наклеечки. Так, что у нас здесь? Схема сборки вообще очень простая. 1, 2, 3. Все, и такая машина получается, что, с асфальтом? Асфальт я случайно порвал. Маленько прям. Я не знал, что здесь идет асфальт у нас внутри. Надо было сначала где-то это написать. Так. Ну, сейчас я ее соберу. И вам ее, в принципе, уже в собранном виде покажу. Клеить ничего не надо. Все здесь уже принты есть. Ждем. Ну, что, ребят, я собрал этот автомобиль. Вот такой вот прикольный получился небольшой автомобиль. Кстати говоря, прям перед у него такой газель напоминает очень сильно. И еще инерционный механизм у него есть. Ну-ка. Ну, что-то слабовато работает. Вот, кстати говоря, стоит данная игрушка всего лишь 49 рублей. Я думаю, не очень много. Но, тем не менее, она очень прикольная и интересная. Ну, и вот такой вот кусок асфальта идет еще в подарок вместе с ним. И я вообще понимаю, что можно, типа, его использовать как какой-нибудь трамплин. Только, видите, плохо ей. Ну, ладно. В общем, игрушка как игрушка. Думаю, кому-то она точно будет интересна. Ну, что, ребят, вот такое вот видео получилось. Если тебе понравилось, то поддержи лайком. Набираем 3000 лайков. И продолжаем распаковку мини-ленты 3. Там еще много-много-много пакетиков. Поэтому ставь лайк. Подписывайся на канал, кто не подписан. Ну, и до скорых встреч. Всем пока.